доброго времени суток это восемьдесят первая часть видео прохождения игры jagged alliance 2 1.13 с картами из мода wildfire на сложности эксперт без загрузок вне видео я почти не предпринимал никаких действий продвинулся на одну клетку и занялся ремонтом ровно настолько чтобы у меня мои наемники починили насадки на винтовках так как я увидел что они уже поношенные и не хочется конечно чтобы во время боя они отваливались ну и не будем долго затягивать сегодня я надеюсь видео будет короткое быстренько проведем бой и если нам повезет и вот здесь не будет еще врагов то в следующем видео мы уже вступим в эстонии единственное что бой придется вести ночью мне это очень не нравится но с другой стороны если я не забуду одеть приборы ночного видения проблем не должно быть кто следит за моим прохождением помнит что я когда-то создал себе сам проблемы не одел прибор ночного видения с огромным трудом выиграл конечно но это было тяжело ругался и матюкался я там и повторять такой опыт не хочу так аэрокрайне значит пойдет первый кстати очень хорошая карта если сейчас мне удастся занять позиции правильно то мне кажется проблем быть не должно у меня есть ночник у меня есть аэро разведчик которая ночью видеть немного получше если все эти хитрости использовать то мы просто не дадим врагам подбежать в упор и создать нам какие-то проблемы я так надеюсь плюс они здесь не могут обойти как я повторюсь надеюсь недавно сблизиться со мной и закидать меня осветителями короче это будет интересно так единственное мне придется а вот вот подождите чуть не забыл смотрите я уже занялся расстановкой войск а при этом я забыл одеть пнв хорошо что я включил вот обзор наемников и увидел что что-то не так так где 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 вот ага ты вообще не вышло я думаю что же такое не вижу обзора твоего попробуем элроем немного поближе лечь дело в том что как вы помните по нему не начнут стрелять пока с него не спадет маскировка ну хотя если его увидят хорошо маскировку не конечно спадет сразу плюс я надеюсь что вот этих вот дальних наемников защитит мой снайпер один и второй то есть они будут стрелять на слух эти наемники но так как они автоматчики для них это не страшно так всех 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 разложил так и аэро я даже схитрю попробую играть через наводчика вот я надеюсь у аэро да есть бонус даже с биноклем она очень неплохо видит наблюдатель включился подождем чтобы глаз стал синим и начнем врага вызывать на себя так кстати давайте посмотрю карту кстати очень красивая карта очень интересно я не помню таких интересных карт в оригинальной джаги посмотрите она конечно коридорная а подождите помню так как такие похожие карты были ван ван как он там он финишит бизнес очень коридорная там игра экономику зарезали шахты забрали короче это были уже потуги умирающие фирмы с трудом они эту игру выпустили но ничего из себя интересного не представляла ну что ж наверно можно пытаться приманивать врагов кем бы выстрелить кажется лучше всего бобом у него нет насадки на стволе поэтому эти лишние выстрелы так вот слышим шум враги начинают сбегаться я надеюсь как-то долго не уж что они скриптом защищены от этих вылазок вперед либо нет вот двигаются прекрасно ну и вот сейчас снайпер начнет по наводке наблюдателя да можно стрелять в голову прекрасно отлично конечно снайпер с рут гермини рвет всех кстати единственная винтовка которая похожа на руки гермини это кольт канада или кольт канада как называется не помню но почему-то там какой-то глюк по параметрам она немножко лучше чем рут гермини хуже по скидыванию но она снайперская винтовка поэтому не должны быть огромнейшие бонусы в кликах и тому подобное тем не менее сводится она немного хуже чем рут гермини и как я говорил ходов требует больше я совершенно не понял почему так видно кроме всей этой меткости и тому подобное есть еще один какой-то параметр наверное что-то вроде ну даже не вроде точно кучности да потому что почему рут гермини винтовка которая они снайперская винтовка сводится лучше чем снайперская винтовка я не очень понимаю какое это может быть объяснение не перехожу я на снайперскую винтовку патроны тратятся 762 патрон у меня не так много ну и дистанция такая что из автомата можно неплохо стрелять точнее со штурмовой винтовки так элита ну ладно я говорил что попробую аэро и ставлю оставаться разведчиком так и буду пробовать это делать так что нам надо о хорошо очень нравится этот пулемет тем что он очень кучно стреляет и отдача у него минимальная боб здесь будет наверно главным сдерживающим фактором так 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 остановись да видит мой снайпер этого элитного врага как я и надеялся ко мне реально помогают обижать не нет возможности прорваться в упор тоже нет возможности перехватывают мои солдаты поэтому вот так вот бестолково получается наступают враги что мне конечно нравится единственная проблема когда они сильно потеряют количестве они уже перестанут наступать и придется мне атаковать их они уже будут в обороне но я думаю мы с ними легко разберемся именно для этого я с собой таскаю шпиона в ущерб баре кстати я могу стрелять по наводке да действительно аэро помогает посвете не видит сова врага но тем не менее сводится прицел очень хорошо ну кстати логично предположить что в таком случае и снайпер может у их торс точно нет смысла а нет снайпера с наводкой как-то не получилось или из-за того что враг сидит наверное только из-за того что враг сидит потому что в стоячих я конечно по наводке аэро стрелял очень неплохо отлично видите урона не хватает реально не хватает здесь было бы конечно очень круто стрелять а яд патронами кстати у меня с собой штайра ук поэтому можно принципе просто для интереса пострелять из него конечно сведение там намного хуже ну давайте мне угрозы нет поэтому давайте сделаем эксперимент ну да 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 круг конечно намного хуже но мы попытаемся нивелировать эту проблему давай ну не сказал бы попало два патрона в голову я бы не сказал что урон прямо запредельный так вот именно для этого у нас здесь засели на дальних поступах элрой тоска враг нашел такие слабое место моей позиции действительно если снизу так подходить то мои наемники не видят врага так как они смотрят немного в другую сторону так подождите что-то мне не нравится да сейчас мы должны исправить этот момент если я правильно понимаю я вот так вот сделаю да и увижу врага ну и здесь ему ничего не светит на таких расстояниях уже штайра ук стреляет очень неплохо можно кстати попробовать проверить ладно не будет вот вот этот зверский урон кстати обратите внимание он еще и больше он еще больше чем кажется дело в том что за каждый клик после первого прицеливания мы получаем не помню пусть по моему плюс 5 процентов урона если у вас наемник имеет умение снайпера вот такие интересные нюансы ну а если еще учесть что это ает модификация патрона то конечно урон вы видели какой на данном этапе игры патронами 5 56 получить такой урон почти нереально я всаживаю по 5 патронов бобом примеру и с трудом иногда дотягиваю до сотни ну все штайра уги я проверил да можно им играть но не будем тратить патроны все-таки крут гермини лучше в данном случае экономичнее она мне обязательно наносить сильный урон я могу и немного подождать и за несколько заходов убить врага или за несколько выстрелов точнее меня нет меня нет потребности сдерживать какие-то набеги врагу вражеские и тому подобное так а негде стать рядом с моим снайпером можно не за спиной стать но не думаю что стоит это делать так умел враг умер враг от кровотечения 10 врагов еще ну и вот настал по моему тот момент когда нам нужно пытаться нет вот еще набегают хорошо лучше чтобы как можно больше их прибежала только после этого уже выходить на поиски врагов оставшихся ну как я и говорил еще вся надежда у нас на снайпера просто выйду снайпером как-то как-то промазали оба моих главных наемника да видите враг лег я его перестал видеть но ничего я думаю она встанет так и есть ну а тут снайпер уже не оплашает вот кстати есть возможность попробовать опять патроном модификация ед я попробую одиночный выстрел мне просто интересно какой будет урон так видите хуже все таки будем стрелять с прицелом да да в два раза больше урон 52 это много кстати я вот заигрался нужно было второй выстрел делать из мини и не давать врагу остаться в живых потому что если не ошибаюсь он сейчас меня засвечивает так но враг этим не воспользовался когда не хватило ходов кинуть световую шашку до свидания броня уже пробитая сопротивление не оказывает так о боб даже видит прямой наводкой вообще хорошо сейчас он попробует садить 5 патронов очень хорошо да для пулеметчика конечно главное это кучность тем более боб не пулеметчик всего лишь автоматчик тем не менее все очень круто но еще кстати наблюдатель помогает видите как удобно когда наблюдатель видит врага вы можете сводить очень хорошо прицел даже другим наемником коту даже не видя врага без разведчика с бинокулем но можно и разведчика просто без наблюдателя все намного хуже вы можете стрелять врага который видит другой наемник но очень большие штрафы к меткости так ну что будет еще ко мне подбегать враги или нет что-то мне подсказывает что нет ну что ж да из мешков они не вылезут на этот случай у нас есть телрой здесь я вижу сплошная элита поэтому пытаться им убивать врагов очень опрометчиво а вот как наблюдатель его и можно свободно использовать ну или если враг не элитный к сожалению элитный или нет не вижу что у тебя за оружие винтовка да оба элитных где тут еще враги давайте я определюсь я понял все враги за этими укрытиями из мешков значит не вижу кстати я врага мне это не нравится ну ладно не вижу не вижу неважно главное шпио мне дает возможность видеть что враги меня не прижмут ничтение неожиданно так подождите я вот так спешу стой стой ну ладно уже не остановишь тебя а вот и все видишь хорошо вставай сейчас подойдем остальными наемниками поближе главное не переборщить и единственная надежда что раз боб не видит я надеюсь и меня никто не видит из врагов то ты подошла ты подошла боб ну ты можешь стрелять издалека тень обязательно подходить слишком близко сейчас подведу айру разведчицу и я надеюсь я надеюсь она с помощью своего бинокля сумеет увидеть врага пошли да 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 даже ночью с биноклем лучше но насколько помню это еще обусловлено тем что у него есть умение разведчик благодаря этому умению вот враг засветился благодаря этому умению мы даже ночью можем биноклем увеличить наш наш наше поле зрения так враг выжил у нас еще сова ложится и нельзя но тогда не сможет стрелять но в таком случае стреляй с колена буква м есть у тебя есть упираешься ты в камень так что все должно быть неплохо так ну не очень неплохо придется подождать так непонятно мне вот тоже вижу врага что делает враг который вот здесь сидел в мешках этих почему-то он не встает не меняет позицию и я его не вижу ай-яй-яй как плохо как хорошо точнее спрятался враг мой снайпер не может стрелять него единственная надежда на перехвате его словить так ну кстати в таком случае зачем тоской быть нам уже так далеко от основных боевых действий сейчас посажу ее рядом со снайпером у него за спиной точнее вот и уже вдвоем они будут мне кажется намного более убийственными кстати я забыл я же могу вода сидит здесь в мешках один паразит не хочет вставать я же могу сделать вот так оп что-то поменялось в голову стрелять могу уже к сожалению ничего не поменялось а подходить я очень не хочу ладно в таком случае у кого терпение первого сдаст я шучу конечно искусственный интеллект терпение имеет точно больше чем человек но точнее скрипты так почему то выбегать не хочет давайте еще на ход передам если нет то начнем предпринимать кое-какие другие а вот кстати вот снайпер тебя дождался я имею ввиду предпринимать кое-какие другие действия но снайпер дождался если повезет ему сейчас кстати может не рисковать да хватило больше шанса попасть в торс что мне предпринять с этим мешочником вот который здесь сидит не хочет он предпринимать никаких действий врагов больше я не вижу ну вот я его засветил конечно но опять же да посмотрите как он хорошо занял позицию у меня нет возможности его достать это очень плохо потому что пока я его не выловлю не выцеплю и не убью я не могу продвигаться дальше не очень я представляю как его заставить а это от меня персонально так кто-то умер от кровопотери как его заставить встать кстати это не элитный боец не элитного я могу в принципе шпионом уничтожить ну там есть одна проблема при этом надо быть уверенным что меня никто больше не видит давайте посмотрим так например на крыше кто-то может сидеть что-то я не вижу никого на крыше так не подходить не будем да остались только регуляры ну давайте рискнем если что просто рой заляжет в мешках и надеюсь он будет в таком случае тоже не видим для врага как я сейчас не вижу вражеского солдата мы конечно это все проверим это что получается а нет это я понял это я вижу поле зрения вот это вот регулярно мне показалось меня видит за мешками вот этот боец элитный баиньки кстати напомню здесь очень интересно пока мы не нанесли урон нас никто не раскроет то есть мы ударили но урона нет врагу и враг и этот вражеский солдат и любые другие которые меня сейчас видят они не будут считать шпиона раскрытым как такого который сделал вражеские действия уверен что 7 в следующих версиях АИ это исправил но здесь так правда я этим не пользуюсь аааа ничего у него хорошего нет зря я вообще занялся обкрадыванием надо было сразу же его резать чем мы сейчас и займемся здесь ты еще и выжил так никто нас не видит действительно видно если присесть то враг за мешками нас не видит точно так же как мы не видели его так отойти хотя бы на одну клетку от врага а точнее от тела врага чтобы если нас тут увидит тревога таки не поднялась тем более вот там еще есть один регуляр который уже думаю смотрит сюда в нашу сторону пошли отсюда так каким же образом тебя я конечно могу гранатометом стрелять сюда или гранаты кидать но подрывника у меня с собой нету поэтому это будет ну ладно я тебя уроем убью именно убью не буду я пытаться его глушить можно доиграться с элитным врагом хотя очень хочется у него может быть хорошее оружие очень давайте заглянем что здесь делается в здании никого нет я возьму это это опасно я так из-за угла выхожу если бы здесь сидел враг элитный он бы меня сразу же раскрыл но кстати действительно никто не видит так есть ли тут одна клетка или нет между нами север-юг запад-восток юго-восток да это регуляр шумит давайте попробуем если я не ошибся то раскрывают меня все хватит играться раскрывают меня с не с и а вплотную то есть одна клетка меня защищает от раскрытия так ну что ж вот тот случай о котором я говорил что бывает что меня могут перехватить поэтому желательно сразу садить очередь побольше чтобы шанса у врага не было подождите что-то я делаю не так а именно повернись присядь можно было даже лечь чтобы мне не было видно ну ладно не будем ложиться прицелься и побольше очередь отлично в упор урон очередь из глок а просто огромная урон просто огромный так а почему ты не можешь лечь кажется понял за спиной мешки да да вот так точно его не видно так восстанавливай маски маскировку в новых версиях уже такой проблемы нет маскировка восстанавливается испадает без того что у вас в инвентаре появляется одежда то есть они нужно потом одевать что очень хорошо кстати кстати у меня же уже есть патроны ед нужно их нам покупать зарядить глоки ими и тогда в ближнем бою бойцы будут просто непобедимы ну если конечно будет их первый выстрел так от трупа отдались отлично и давайте вернемся в режим реального времени отлично не знаю что там сверху думаю там есть солдаты но кстати нужно пойти проверить зная точно есть они или нет можно будет уже знать как планировать атаку больше не хочу рисковать я шпионом потому что здесь за мешками я говорю вас могли не увидеть там же можно так получится что вы просто не приметите где враг понятно а подожди у тебя есть есть у тебя чем взламывать попробуй получилось все врагов сверху нет сколько их всего но трое а все все ясно два регуляра и где-то третий сейчас я выясню где третий и наверное все таки буду шпионом работать регуляров можно попытаться разобрать ну или наемников сейчас подгоню так а по-моему здесь элитный мешка единственный вопрос где последний боец вражеский так скрывать я не не буду я не уверен что меня не видит кстати этого не нужно делать если двери закрыты то естественно бойца там нету вражеского так два регуляра три врага три врага где-то еще есть третий враг хотел бы знать где хм ладно снимаем этих двух а потом по клавише insert я увижу где последний враг клячется очень странно куда он делся в упор не понимаю так видишь хорошо угу вот так давайте надеюсь он не сидит здесь внизу и начнем сейчас стрелять мне в спину так давайте глянем всеми сюда да вряд ли там он есть иначе я бы попался так что вы вы почти видите все 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 хватит ходить хватит ходить что вы делаете так айра почему ты не видишь его очень странно в чем дело у айры поле зрения такое как будто она видит но тем не менее враг не высвечивается ну ладно я сейчас начнем стрелять не глядя просто займу всеми позицию лежа чтобы сошки давали максимальный бонус все так ну давай начнем со снайпера ага понятно почему у нас не засветилась единичка он так интересно сел за камнем что хотя выглядит как будто я его вижу но на самом деле это не так интересно хорошо заберу двоих и зайду с другой стороны так боб что за самодеятельность ну а сейчас что мешает или камни настолько высокие что для того чтобы я мог стрелять нужно встать ничего не понятно а нет просто просто режим не включается но по моему не стоит настройка что бой не начинается пока враг вас не увидит почему так происходит мне совершенно непонятно это баг так нет сначала сядем потом будем пытаться выстрелить так а ну отработай отлично отлично два врага так и непонятно что же это было боб почему бы его режим не включался так а кто это с востока с востока там лрой должен всех видеть ага понятно вот как оно может быть покинул свою позицию вражеский солдат ну и зато я теперь могу воспользоваться магической клавишей так все понятно оба солдата пошли вниз в таком случае лрой пойдет проверять где это последний солдат если он не элитный то его можно будет взять в плен ну не в плен конечно имеется ввиду а глушить и забрать его вещь хотя как я убедился у регуляров ничего интересного нет совершенно так неужто ты там и сидишь с мешками странно так все же включу я этот режим чтобы точно знать может он где-то здесь за камнями сидит нет за камнями нет да элитный боец сидит с мешками так что у тебя здесь перезарядились пошли дружить легче все таки выковыривать тобой чем пытаться тебя убить издалека стреляя оп все делаем точно так же как в прошлый раз никаких оглушений риск перехвата мне не нужен и убийственная очередь да урон просто конский прекрасно победа за нами очень удобно совмещать шпиона и солдат обычных боевиков видите игра получается очень интересная так сходите в центр ну и по моему я быстро справился видео короткое конечно следующего боя я не буду проводить так что здесь а прекрасно мне никто не мешает двигаться в сторону эстони единственно я сейчас покажу вам трофеи и посмотрю что в зданиях да видно солдаты все же были опять же с начала игры здесь даже у элитных солдат вы видите оружие не очень а хотя у кого-то был пулемет нет это видно мне не повезло просто выпало оружие не очень так и сейчас раз уже есть еще время давайте я пооткрываю все эти ящики чтобы знать что же нам здесь досталось так начинаем всегда с поиска ловушки так как у нас есть черта характера которая понижает способности нашего героя определять ловушки и мины поэтому лучше не рисковать так 7.62 нет это 39 мне по моему надо 51 миллиметр 9.19 это пополним растраты патронов глоку которым пользуется элрой дайте мне 7.62 или 5.56 не дали зато дали русским пистолетом пулеметом 9.18 хорошо так я ничего не забыл вроде бы нет идемте сюда еще одно здание и все да больше здания нет на этом видео будем заканчивать интересно туалеты они минируют вроде бы нет а это не туалеты это оружейное очень хорошо посмотрим что нам досталось здесь прекрасно еще и сундуки есть ну патроны давай вот они 7.6 а это 25 еще какие-то непонятные патроны ппш да 30.06 тоже мне не нужны и а что здесь все нет вот есть еще один сундук мне так и показалось что здесь три сундука должно поместиться в этой комнате под стеной ну и вот 5.56 да да я сейчас увижу в принципе все на так проверяем скрытые тайники которые прокачат интеллект нам осталось посмотрите меткость единичку механику 2 взрывчатку 2 и будет уже по максимуму и ловкость и будет у нас идеальный главный герой так ну что ж давайте посмотрим что же мы нашли так так удобнее 9.19 7.6254 это ксвд ппш вот есть 5.56 260 патронов прекрасно восстановили мы свои потери патронов 5.56 на этом мы будем завершать спасибо всем кто следит за моим прохождением прошу вас ставьте лайки комментируйте подписывайтесь подсказывайте исправляйте вариантов ваших действий очень много напомню вам совершенно не тяжело поставить лайк а мне будет приятно и мотивировать чаще писать видео впереди два выходных надеюсь я еще хотя бы одно видео запишу будет у меня время а я с вами прощаюсь и чтобы не нарушать традицию желаю вам всего наилучшего пока 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 пока